Срочные новости с официального сайта газета.ру. Армения ратифицирует римский статут МУС. Пашинян заявил, что римский статут МУС будет ратифицирован в полном объеме, а это значит, что Армения лезет на рожон. Таким образом, для Путина будет закрыта Армения. Если Армения ратифицирует римский статут, тогда Армения обязана арестовать Путина, президента самой большой и богатой страны в мире, президента страны, которая обеспечивала безопасность Армении, арестовать и выдать Гааки. И на это обострение пошла Армения. Армянский премьер-министр Никол Пашинян на правительственном часе в парламенте заявил, что власти Армении полны решимости ратифицировать римский статут Международного уголовного суда МУС в полном объеме, передает РИА новости. Правительство направило римский статут в парламент. У нас есть политическое решение ратифицировать его в полном объеме, отметил он. Пашинян добавил, что этот шаг не направлен против России, а связан с вопросами безопасности страны. На самом деле все мы понимаем, что Армения не является, не находится в какой-то опасности. Сама Армения является агрессором. Она более 30 лет захватила чужие земли, земли Азербайджана. Независимость Карабаха никто не признавал и не признает. Карабах был, есть и будет неотъемлемой частью Азербайджана, как пишут все источники СМИ. В данном случае Пашинян лжет. Этот шаг направлен именно против России, против президента Российской Федерации и против всех россиян. До этого Пашинян заявил, что ратификация римского статута не направлена против РФ. Также армянский лидер подчеркивал, что присоединение к МУС связано с ситуацией на границе республики с Азербайджаном. 5 сентября Россия запросила в Армении разъяснение по ратификации римского статута МУС, сообщила представитель МИД Мария Захарова. Ереван запустил процесс ратификации документа в конце 2022 года, до того, как Международный суд выдал ордер на арест президента России и детского омбудсмена, обвинив их в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Газета.ру рассказала об этом и других тревожных сигналах в отношениях Москвы и Еревана. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что РФ находится в контакте с Арменией и Пашиняном. На что вот Пашинян вот так вот плюнул в спину не только президенту Российской Федерации, но и всей России, всему российскому народу. Как пишут в комментариях. Обязательно пишите свое мнение в комментариях. Подписывайтесь на канал. Мы, конечно же, будем следить за новостями. Субтитры создавал DimaTorzok